Давайте чуть легче, не знаю, насколько справедливей, но чуть легче тему попробуем задать. Вот вы очень конкретно и резко высказывались о последних выборах, которые проходили, о выборах в Маслихат, в выборах в Мажелис. И мне показалось, вот еще даже до выборов, что вы едва ли не единственный человек, у которого нет абсолютно никаких иллюзий по поводу этих выборов. Вот сейчас, когда эти выборы прошли, когда, собственно, ни один практически, одна фамилия под вопросом из всего списка, но ни один независимый кандидат никуда не прошел. Когда победила традиционная, в кавычках говоря, здравомыслие, когда решили не играть в эти дурацкие игры, не надо нам этих, пусть пройдут наши и все. А вот что вы сейчас можете сказать вообще говоря по всем этим выборам? Что это было? Ну, вы знаете, вообще говорят, что надо следить после выборов за политическими перемещениями. Учитывая, что у нас выборами всегда занималась администрация президента, это не секрет, которые спускали из списка, спускали и говорили о том, кто должен пройти, не пройти, и как, значит, выборы должны пройти, и когда должно быть опубликовано, и все остальное. То, учитывая, что у нас господин Уртлев почему-то с администрации президента переместился министром иностранных дел, тут возникает соответствующий вопрос, не он ли там все это перегнул и перестарался. Но так как ответа мы не знаем, но вот это перемещение, оно довольно-таки, знаете, такое многозначительное, потому что администрация президента всегда и везде, за ним было последнее слово, и они всегда все решали. Ну, к сожалению, да, хотя изначальные попытки о введении 30-процентной квоты, значит, о парламентской позиции, о том, что у нас снижает 5-процентное прохождение партии в парламент, да, все это вдохновляло осторожный оптимизм, да, что у нас наконец-то что-то поменялось. Но реально показали, что ничего не поменялось, и я думаю, что это зависит, наверное, от исполнителей, от их мировоззрения, от их установок, да, и уровня страха перед гражданским обществом. Ну, бывают проколы, ну, бывает, здесь, как это, звук уходит в парк, в гудок, да, но посмотрим, что будет дальше, оно, ну, что делать. Тут, наверное, временной фактор, как у нас в правозащите. Надо капать, 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 а вдруг там где-то через 5-7 что-то будет по-другому. Не очень оптимистичная картинка. Это жизнь, понимаете, я в таких случаях всегда говорю, сравнивайте и смотрите, как развиваются демократические процессы тех на постсоветском пространстве, которые ушли от нас вперед. На сегодня от нас ушли вперед, это Украина и это Грузия. Даже там, уже там, по-моему, в Украине пятый или шестой президент. Старые скрепы не отпускают. Мало того, что не отпускают, да, и все это действительно в мышлении тех людей, кто находится у власти. Вот посмотрите, что сейчас в Украине творится, а что в Грузии. Вот, казалось бы, Саакашвили полностью поменял мышление грузинов, где он сейчас находится. К сожалению, общественное развитие, это еще хуже, чем что-либо другое, потому что, чтобы общество поставить на новые рельсы, уходит очень много лет. Даже не одно поколение может быть. Это все зависит, к сожалению, от этого. Грузия, это же вообще просто обливает кровью, что сейчас творится в Грузии. А что, будем далеко не уходить, что, допустим, с Кыргызстаном? Он был островком демократии, сейчас что? И поэтому, даже если к нам придет более прогрессивный, думающий президент, в любой момент мы можем вернуться обратно к старым скрепам. Потому что один человек не всегда решает, это должна быть команда идти на мышленников, и которые делают так, чтобы не было возврата. Но именно правила общественного развития, они вот такие, к сожалению. Поэтому на наш век мы уже, я сомневаюсь, что мы увидим какие-то демократические изменения в Казахстане, к сожалению. Правильно ли я вас понимаю, что вы говорите в том числе и о том, что наше правительство, наши управляющие люди, наши начальники, они отражение нашего народа, в том числе нашего гражданского общества. И вот пока вот эта связь и этот страх и с той, и с другой стороны присутствуют, мы не можем двигаться вперед. Но это не страх перед друг другом, нет. Они двигаются параллельно, у них разные вселенные, у властей, у чиновников и общества, которые, к сожалению, не пересекаются. Но у них, вы знаете, это как детские болезни. Ребенок растет, он там в трянке болеет, простуду, урви, да. И это свойственно для развития ребенка, пока он не станет там подростком. У подросткового периода уже другие свои болезни. Так и у нашего общества сейчас именно болезни, детские болезни, которые мы переживаем. И здесь, понятно, они что-то хотят быть там среди демократических стран, при этом они хотят быть среди них со своей спецификой, да. При этом они не хотят уступать гражданскому обществу, которое вдруг потребует честных выборов, или не потребует, а заставит их провести честные выборы, они потеряют злость. Что они тогда будут делать? У них все это связано с какими-то собственными интересами, которые почему-то идут вразрез с интересами гражданского общества. То есть это такие болезни, которые они должны, допустим, те, кто приходят во власть, они должны понимать, что они приходят не на всю жизнь. Они должны понимать, что они приходят на один срок и временно. И что они отработают срок, и они должны быть готовы уйти и уступить месту другим, которые работают лучше них. А если они работают хорошо, они должны понимать, что они останутся на второй срок, только потому, что они работают хорошо и решают вопросы гражданского общества. А у нас как? А у нас приходят на всю жизнь и не хотят отдавать. Причем работают только на себя и не заинтересованы в том, как бы независимы от мнений гражданского общества, к сожалению. Но это вот такие детские болезни. Потом, может быть, мы как в Украине выберем другого президента, как господин Зеленский, у нас начнутся другие проблемы. Сейчас господин Зеленский, допустим, проводят полную иллюстрацию своей команды, выясняются какие-то люди, которые до сих пор симпатизируют, либо стоят на позиции, что не принимают войну, не принимают того, что Россия фактически ведет войну с Украиной, и господин Зеленский расстает с такими людьми. Но это, знаете, до уровня Украины нам так далеко, до уровня Грузии нам тоже так далеко, нам даже далеко до уровня Кыргызстана, что там говорит. Ну, посмотрим, время покажет. Но мы все равно к этому придем. Единственное, я могу сказать, что мы все равно придем к демократическим основам, потому что у нас очень просвещенное общество. Мы просвещенное общество, у нас границы открыты, у нас молодежь хочет жить как бы по-демократически, и все это будущее связано с молодежью. И поэтому мы не скатимся в Афганистан, мы не скатимся в те страны, где, допустим, полностью идут полнейшие нарушения прав человека, тем более это игнорируется этим странами. То есть мы на стадии, что мы все равно будем демократической стороной, но дорога будет очень длинная, долгая. Ну и, ребята, так. Редак. М-гу. Продолжение следует...